Всем привет! Это видео будет посвящено установке специальных шипов на беговые кроссовки. Шипы у нас будут от компании La Sportiva, ну и собственно подобные кроссовки будут от этого же бренда. А с вами Кирилл Цветков и обзоры спортивной экипировки. Погнали! Компания La Sportiva уже давно выпускает съемные шипы для кроссовок. Шипы помогают улучшить сцепление не только в холодное время на разных заледенелых скользких поверхностях, но и на грунте, в лесу, во влажное время, когда приходится бегать по влажным корням, когда у вас на дистанции много поваленных деревьев, через которые приходится прыгать. Есть два комплекта. Один это просто комплект шипов, второй это комплект шипов вместе с отверткой для монтажа. Ну собственно у меня как раз второй комплект, поставляется он вот в такой вот упаковке, внутри 18 шипов и отвертка. Шипы стальные, с широким основанием, которое вкручивается в подошву и собственно удерживают шипы на кроссовке. Как говорит производитель, шипы разработаны по примеру зимней резины для автомобилей и достаточно надежно крепятся в подошву. Так как у меня своего рода комплект кроссовок и шипов, то в кроссовках для спортива есть специальные зоны для крепления шипов. Конечно это не отменяет того, что эти шипы вы можете крепить и на абсолютно любую обувь, кроссовки, ботинки других производителей. Что касается специальных зон, то рассмотрим их на примере кроссовок для спортива урагана. Кстати обзор на эти кроссовки можно посмотреть у меня на канале и оставлю его в подсказочке здесь и в описании к этому видео. Зоны обозначены специальным рисунком и надписью. Резиновые шипы в этих зонах чуть шире у основания, что в теории должно повысить устойчивость шипов в подметке и улучшить сцепление. При помощи комплектной отвертки шипы надежно вкручиваются в подметку. Главное тут не спешить и контролировать, чтобы шип вкручивался ровно, без перекосов. Так он будет максимально хорошо работать и прослужит дольше. Кручивайте шип практически по самую головку. Не нужно, чтобы он сильно торчал. Помните, что под нагрузкой от вашей ноги он будет хорошо давить на поверхность в любом случае. Тем более, что подметка имеет свойство немного деформироваться во время приземления. Ну и очень глубоко вкручивать тоже не стоит. Итак, после установки шипов у нас получается 3 шипа в зоне пятки и 5 штук в зоне стопы. Если вы не тренируетесь на холмистой местности, где нет постоянных спусков и подъемов, то в принципе вам будет достаточно шипов в зоне стопы. Потому что даже с ними сцепление становится гораздо-гораздо лучше и намного комфортнее. Как только надобность в шипах отпадает или они сильно потрутся, то вы можете без проблем удалить их при помощи той же отвертки. Но на один кроссовок процедура занимает примерно 5 минут, что, собственно, вы и видели при установке. Ну и не забывайте, что эти шипы можно использовать практически с любой обувью, с любыми спортивными кроссовками и ботинками. Но, конечно же, лучше всего они будут работать с кроссовками для спортива, где есть специальные зоны для установки шипов. Рассказывайте, пользуетесь ли вы шиповными кроссовками или съемными шипами или какими-то специальными накладками для бега зимой. Ставьте лайк этому видео, это сильно поможет для развития канала. А с вами был Кирилл Светков и обзоры спортивной экипировки. Всем бег, пока! Субтитры сделал DimaTorzok